Это утро Владимир решил начать с благого дела – сдать кровь. Традиция уже более 10 лет зародилась еще в студенческие годы. Тогда вместе с однокурсниками он регулярно посещал акции «День донора». Честно, это было просто таким развлечением в студенческие годы – сходить с друзьями на «День донора». Поэтому потом регулярно продолжали сдавать. Хочется верить, что это помогает. Но изначальный позыв был просто полезное развлечение. Развлечение более чем полезное, ведь кровь доноров спасает миллионы жизней. Сейчас, не выезжая за пределы муниципалитета, сдать кровь жители Ленинского городского округа могут только в дни проведения акции «День донора», когда в одну из поликлиник приезжают выездные бригады Московской областной станции по переливанию крови. Уважаемые наши, любимые наши доноры, приходите к нам на выездные акции, приезжайте к нам на станцию. Мы на станции работаем 7 дней в неделю с 8 до 2. Мы рады вас видеть. Вы сейчас нужны очень людям. В выездной бригаде Московской областной станции по переливанию крови 8 специалистов. Все свое возят с собой этим утром в Южной поликлинике. Оперативно установили необходимое оборудование, чтобы жители Ленинского городского округа смогли прийти и принять участие в акции «День донора». Все идеально, все прекрасно. Просто великолепно. Перед процедурой сдачи крови обязательный осмотр терапевта, который меряет температуру и давление донору, опрашивает о состоянии его здоровья. Затем лаборант берет у пациента кровь на определение уровня гемоглобина, резус-фактор и группу крови. Это экспресс-метод, поэтому да, на глаз. А какие признаки для разных групп? Реакция агглюцинации, либо ее отсутствие. Вторая, если сворачивается в другом месте, третья, если и там, и там четвертая, если нет сворачивающейся крови, это первая группа. Все происходит в условиях соблюдения санитарных норм. Бывалые пациенты говорят, что сейчас процесс донации в удовольствие. Не то, что раньше. «Раньше просто иголки были тупые и большие. Сейчас это на самом деле более лайтово. Раньше не очень приятно было сдавать. И не было кушеток таких мягких. В окошечко надо было вставлять руку, сидя, это все было. Но зато чай травяной был». Теперь вместо травяного чая обычный, черный. А еще печенье и темный шоколад. Перед донацией донор обязательно должен позавтракать. Поесть рекомендуется и после процедуры. На это, кстати, каждому донору выделяется 749 рублей. Юлия Погосян, Александр Логинов, Фургасадовская. Видно ТВ.